Старейшему музею Полоцка исполняется 90 лет. Точную дату открытия специалисты установили недавно. Какие неожиданные факты о лютеранской церкви, где расположен Краеведческий музей. Сейчас в его экспозиции более 2000 редких экспонатов. Все подробности в репортаже Марины Романовской. Ведущий науковый супрацовник Краезнаучного музея Славина Гаурылова проводит экскурсию для гостей самого старожитного города Беларуси. Новую выставу промерковали до 90-го года музея. Экспозиция присвечена гнаровым гражданам Полоцка. Кожный экспонат – частка истории города на Двине. Мы нашли все списки, кто, когда, в какой год, в какое время получил почетное звание. Нужно было это по крупицам собрать, восстановить. Мы встречались с самими почетными гражданами. Записывали интервью. И я думаю, работа еще не окончена. Завязались дружбы, завязались связи. 26 снежня 1926 года. Об докладной дате открытия музея доведелися не дауна. Праца с архивными документами дозволила вызначить и дагетуль невядомые факты про белую лютеранскую кирху, у которой и размещена экспозиция. Даречи, величный будинок с червоной цегли, один на территории Полоцкого региона, архитектурный помник не аготики. В протестантской общине Полоцкого в 19 веке не было своего пастора. И мы знаем из документов, что после освещения этого здания, оно произошло 18 декабря 1888 года, сюда приезжал пастор по фамилии Берчин. Краезнавцы рассказывают, в 20-е годы минулого ста годдя храм закрыли. Поздней тут разместили экспозицию окружного краезнавчого музея. Образ в несколько годов белую церковь пристосовали под склад. С тягом часа у будинку снова начали проводить экскурсии. Прадметы часов Полоцкого князства, экспонаты, которые демонстрируют побуд селян 19-го ста годдя, рукописы и документы. У краезнавчого музея прикладно 2000 экспонатов. Многие из них были найдены подчас археологических экспедиций. Шмот предметов в фонды передали и граждане. Это старожитный меч, а малень ровесник летописного Полоцка. Он был найден випадково на будовничной плясовце. Специалисты подкресливают артефакт, судом захавауся. Зараз он пригоживает экспозицию музея. Ленинградский ученый, археолог Кирпичников в свое время его исследовал. Находка Полоцка последняя и больше мечей подобного типа на территории Восточной Европы не находилась. Для сотрудников музея Снежань богаты на разные проекты. Одна из главных подей краезнавчая конференция. Ей вынеки – это новые имены и новые известки из истории старожитного Полоцка. Марина Романовская, Александр Петровецкий, Агерство Тереновин, Полоцк.